Здание дворянского собрания было возведено в 1842 году. Там проводились балы и приемы. Стены помнят Мусоргского и Лемешева, Есенина и Маяковского. Это здание пережило и революцию, и гражданскую войну, фашистскую оккупацию и послевоенное восстановление. В современной же истории известно как Дом офицеров Тверского гарнизона и принадлежало Министерству обороны. С этим зданием также, начиная с 2000 года, неразрывно связан и культурно-развлекательный комплекс Сити. Я руководил Дом офицеров в течение 6 лет, в то время, когда финансирование военных учреждений культуры было очень слабым. Была нехватка средств на ремонт здания. И мне постоянно приходилось общаться с руководителем клуба Сити, которые оказывали постоянную помощь в ремонте здания, в покраске того же фасада. У Сити в аренде 423 квадратных метра Дома офицеров, 1,5 часть от общей площади. В 2011 году здание было передано из федеральной собственности в муниципальную. Наследство городу досталось хоть и завидное, но полностью обветшавшее. Руки городских управленцев за два года, судя по предстающей взору картине, так до Дома офицеров и не добрались. Когда расформировался Дом офицеров с клубом Сити, был заключен договор. И вот они в течение двух лет охраняли и поддерживают здание в нормальном состоянии, чтобы оно сохранилось для будущих потопков. Во многом, именно благодаря бизнесу у Дома офицеров нет долгов по коммуналке. Со всеми коммуникациями и порядок. Снег с крыши всего здания регулярно убирается нанятыми руководством комплекса рабочими. При этом стоит отметить, что Сити это не только островок для времяпрепровождения молодежи, есть у него и другая значимость. Наш клуб существует в 2017 год. Все эти годы размещение было в Доме офицеров. У нас была возможность использовать библиотеку, готовить выставки. И у нас сложились очень хорошие деловые отношения с кафе Сити, которые оказывали нам определенную помощь в проведении мероприятий, посвященных Дням воинской славы. При всем этом стоило руководству Сити в августе 2012 года заявить о своем праве в рамках федерального закона на преимущественный выкуп арендуемых помещений в собственность, как администрация Твери ответила отказом. И буквально за пару дней передала Дом офицеров в оперативное управление муниципальному учреждению культуры Тверской городской музейно-выставочный центр. По сути, Дом офицеров с легкой руки чиновников получил культурную направленность. Казалось бы, залы, здания могли стать площадкой для различных выставок. Собственно, об этом и просила областная картинная галерея на время реставрации путевого дворца. Однако их туда не пустили. Теперь же не хотят объединенной силы в лице городского департамента управления имуществом и музейщиков, чтобы пятую часть здания приобрели предприниматели. В арбитражном суде Тверской области бизнес отстаивает исполнение федерального закона. Закон был принят для того, чтобы облегчить субъекты малого и среднего бизнеса, чтобы можно было выкупать в течение 10 лет. То есть производится рыночная оценка помещения, после этого заключается договор аренды с правом выкупа, и 10 лет человек платит. Практически получается как ипотечный кредит. Соответственно, и предпринимателю хорошо, и бюджет любого города, района муниципального получает определенные деньги. Сейчас у нас возникли такие трудности в области о том, что 159 закон очень плохо работает. Городские власти аргументируют свой отказ тем, что помещения эти якобы не обособлены и являются частью Дома офицеров. Однако сторонняя специализированная организация, обладающая соответствующими лицензиями, дала заключение, что арендованные помещения в том составе, в каком они есть, могут быть обособлены и изолированы. В любой ситуации, какая бы она ни была конфликтная, всегда надо садиться за стол переговоров и решать это. Есть 159 закон, они имеют право выкупа этого помещения. Так как это входит в общий комплекс, ну давайте мы тогда определим, да, если город будет ремонтировать, тот, кто сейчас арендует, берет на себя определенные обязательства, там по благоустройству территории и еще чего-то, и город на итоге получает действительно готовый красивый продукт, который для нас, для жителей будет только плюсом. В планах города в Доме офицеров разместить общественно-культурный центр. Ремонтные работы планируются начать в 2015 году, а смету подготовить к 2014 году. Ее размер может составить порядка 60 миллионов рублей. Потянет ли такие траты? Изрядно поистощенная городская казна. Они, наверное, найдутся, но если мы будем убивать курицу, которая нам несет в бюджет, будем говорить, достойную оплату, то тогда точно уже не найдется. Елена Михайлова, Илья Чечен, РЕН-ТВ пилот.